спонсор выпуска продавец света добрый день дорогие наши друзья наши подписчики дорогие любимые ну просто наши зрители канал добра и позитива я сегодня хочу записать такой незапланированный стану честно ролик по нашумевшие теме с лучах видом столяна на самом деле довольно таки уже много прошло времени и сейчас можно сделать кое-какие из этого из всего выводы и какие-то умозаключения давайте обо всем начнем по порядку я сегодня написал комментарий под одним из видео вопрос о том чтобы нужно ли вообще давать по этому поводу пояснение либо типа все ясно было в том 6 минутном ролике который у меня вышел несколько дней назад судя по лайкам этим комментариям я понял что нужно дать ответ и наверное сегодня я его сделал давайте начнем по порядку значит прежде всего я бы хотел поблагодарить всех тех кто скажем так принимал в этом деле участие а я прежде всего думаю что самый главный герой всего этого это таля хотел он этого или не хотел в общем так получилось если скажем так немножко отмотать пленку назад то было так я уже говорил в своем ролике но немножко немножко отступлю потому что может кто-то не понял что я сказал в своем первом репортаже на меня вышел первый канал девушка под именем катерина позвонила мне и сказала что она бы хотела с моей помощью соответственно выйти на анатолия для того чтобы записать интервью с с ним со мной на тему одиночества в большом городе который бы вышел вас в воскресное время на первом канале на самом деле мне эта идея показалась интересной я сразу предупредил что у талян сложные плане как бы выхода на люди там скажем так очень сложно с не будет договориться но я рассказал что я это попробую сделать не знаю что из этого получится в тот же день я написал анатолию письмо что вот ну как соответственно вышли на меня из первого канала то ли если тебе это интересно давай что-то придумаем там все остальное ну буквально через несколько часов может быть на утром не пришел анатолий ответ смысл был такой что я своими словами говорю но в принципе это так и было было так то что то ли сказал как бы я не знаю как это лучше все организовать типа того что я сейчас вот в таком режиме что сплю днем ночью бодрствую и вообще не знаю как это организовать все это да но из его слов я понял так что как бы он не против но просто ему очень сложно организовать все вот это дело как бы чтобы это было удобно всем да но прекрасно понимал то что если мы поедем к нему например ночью это будет неудобно и как-то никак не красиво не культурно на что ему во втором письме написал анатолий без проблем давай поедем к тебе вечером там или ночью там короче как тебе будет удобно и опять отправил это письмо буквально там день прошел тоже ответа никакого но я знал что анатолий вам так это все дело долго принимает решение все остальное поэтому я так быстрых результатов как бы не ждал у меня был анатолий телефон и был его адрес поэтому для меня это тоже многие говорят а когда было у меня это все опять как мне показалось то что мы с анатолием ну не скажу что близкие друзья хорошие знакомые потому что мы с ним были долго в переписке мы с ним встречались мы с ним созванивались то есть мы с ним но вы видели это интервью тоже да с ним соответственно как мне показалось что я как-то могу что ли с ним как-то контактировать вот такое у меня было ощущение да и от нашей встречи и вообще как-то так позитивно зернула одним словом короче говоря на утром там ничего не ответил в свою очередь первый канал начинает меня соответственно долбить там звонить все остальное прекрасно понимаю у них эфиры нужно все это делать я никаких претензий книг не могу как бы приняли да они хочу делать что делать я давайте еще раз я точно такой же письмо отправил анатолию сказал что только там ты ответь там да нет чё как вообще то что мы сидим и ничего не знает да потому что люди мне звонят и я тебя дергаю в ответ тишина вот я принимаю решение значит в этот вечер потому что буквально следующий день нужно было все давать монтировать принимаю решение о том чтобы попробовать поехать к толику потому что я еще раз говорю я знал его адрес там все для меня никакого труда не было потому что я себя позиционировал как хороший знакомый ничего там такого что хороший знакомый к тебе вечером приедет гости к примеру ну ты не отвечаешь на телефон там еще что-то ну всякая бывает может телефон сломался может еще что-то соответственно как анатолий говорит он в этот день уехал если он мне в этот день подчеркиваю или накануне написал мне в сообщении что меня эти дни не будет потому что он сказал что он забыл телефон дома и что соответственно его там мама куда-то послала по каким-то делам документы возить если бы он мне это не сказал конечно я туда не приехал то есть здесь получилось именно вот как бы это сказать некое разногласие некое непонимание ситуации может быть он там действительно куда-то уехал я не знаю может быть я бы по-другому бы себя вел или вообще в этим всем не занимался короче говоря не знаю вот но получилось так как получилось еще раз говорю я хотел и желал вот и и на сегодняшний момент желаю только добра вообще абсолютно реально и честно многие не пишут а вот какой-то пиар на пятое и десятое вот посмотрите несколько дней прошло какой я пиар получил в чем моя в чем мой пиар мне говорят вот это такие деньги и бабки зарабатываешь с партнерки там со всего ребят это далеко не так в анамас буквально недавно сделал видео ответ по ситуации моей и анатолий него очень все грамотно разложил в этой ситуации вот все мне тоже писали в анамас чем-то с ним связался зачем эти ну вы посмотрите его интервью и его как бы видео ответ на эту ситуацию человек умный просто говорить нечем он просто все тынц-тынц по полочкам разложил вот просто по полочкам никого не унижая никого не это самое абсолютно кстати вам если я не знаю будешь это видел смотри те реально низкий поклон потому что вот ну не знаю я даже не ожидал я никто тебя не просил не говорить короче говоря возвращаясь к ситуации с анатолием хочу подчеркнуть и выразить свою искреннюю скажем так обеспокоенность то что я потревожил его покой его спокойствие спокойствие его близких спокойствие его мамы там бабушки если честно я вот даже хочу извиниться и попросить у вас прощения за то что может быть я повел себя скажем так как сказать не умно в той ситуации пришел к вам вечером не надо было этого делать может быть и вообще не надо было этого всего делать не знаю но опять же вы поймите меня если не анатолий к примеру сказал что ребят мне это не нужно потому что после того как он уже все сняли регито вышла в anyway уже вышел этот ролик на первом канале анатолий написал я не хочу известности где это не нужно надо было это но если помнили этот первый день написал этого были ничего не будете этого ролика чтобы тоже сейчас не было мы получилось как получить опять же как мне кажется ролик вот тот который вышел на первом канале Ну, я не скажу, что он плохой, я не скажу, что он хороший, он мог бы получиться другим, если бы Анатолий, соответственно, среагировал и сделал бы свои какие-то комментарии и пояснения. Что я имею в виду? Во-первых, в этом же ролике на Первом канале, конечно, была бы, может быть, ссылка на него, соответственно, это еще лучше было бы для него, к примеру. Но получилось, еще раз говорю, как получилось? Я еще раз говорю, приношу свои извинения искренние, да, ему, Анатолию, лично тебе, твоим близким, за то, что я тебя потревожил. И от себя хочу сказать тебе просто слова благодарности, то, что ты, в принципе, эту ситуацию понял, ты сделал ответное видео, тоже все четко и ясно разложил, по полочкам, как говорится, без всяких там, без всего. И, кстати, вот всем подписчикам и всем тем, кто там писали в комментариях, там, и какие-то оскорбления в адрес Толяна, в адрес меня, ребят, давайте немножко будем поспокойнее. Мы с Толяном реально дружим. Вот даже когда все вот это вот вышло и пошло в эфир, мне Толяна написала, сказал, Сергей, типа, ну, как бы, нормально все, мы друзья, там, все остальное, даже у нас там, ну, короче, свои дела, там, все остальное, никаких проблем, короче говоря, нет. То есть многие говорят, все, типа, дружба закончена. Нет, мы так же общаемся, мы созваниваемся, мы списываемся там, ну, короче, мы ВКонтакте. Не переживайте абсолютно. Хочу всех заверить, то, что ситуация, как бы, она прошла, она решилась, плохо, хорошо, короче, как вышло. Вот, я, еще раз говорю, если я видел подписчиков Толяны или там еще что-то такое, ребят, ну, сори, короче, реально, искренне, ну, я взрослый человек, там, я прекрасно отвечаю за свои действия и все остальное, потому что очень много комментариев пришло, очень много разных всяких негативных, скажем так, ну, каких-то, мой адрес там, оскорблений, да, ребят, ну, давайте поспокойнее будем. Я вас услышу, я сделал это видео, я хочу, чтобы вы меня поняли, чтобы вы не долбили мой канал, я не хочу никаких, скажем так, ну, последствий всего этого, просто давайте будем добрее и позитивнее. И вот, что еще хотел сказать, то, что, если, например, обмотать вот назад, да, время, я бы лично сам бы к Толику бы не поехал, без предварительного, скажем, его согласия. Но, учитывая ту ситуацию, что нужно было готовить к эфиру репортаж первого канала, да, я прекрасно понимал, что к нему все равно поедут корреспонденты и все остальное, и будет совсем это, ну, не совсем правильно. И первый канал это прекрасно понимал, поэтому ситуация была, нужно было ее стремительно развивалось, ее нужно было заканчивать, и поэтому я принял решение ехать вместе с первым каналом, чтобы немножко все это дело сделать, опять же, как хороший знакомый, как, можно сказать, что друг Анатолия. Вот так и получилось, на самом деле. И еще, в этот день, просто, ну, потому что мы уже искренне говорим, честно и откровенно, мне скрывать нечего, я в этот день написал Анатолию два или три письма повторяющихся, то есть я ему написал, что мы сегодня вечером к тебе приедем, мы сегодня вечером к тебе приедем жить, то есть для него это не было, скажем, ну, неожиданно, потому что человек сидит в Ютьюбе, он видит входящую, как бы, информацию, тем более я в личку писал и все остальное, поэтому, как, мне кажется, что здесь все-таки, получилось так, как получилось. Может быть, действительно, Анатолий в этот день уехал, какие-то дела были, может быть, он телефон забыл, я в этот момент приехал, короче говоря, мы имеем то, что мы имеем. Бог с ним, проехали, я вот еще раз подчеркиваю, я уважаю Толяна, мы с ним дружим, мы с ним общаемся и в дальнейшем будут у нас, наверняка я даже в этом уверен, совместные проекты, обзоры и все остальное. Вот, давайте просто поймем эту ситуацию, вникнем в нее, хорошо проскинем мозгами и будем просто людьми и уважать будем друг друга, и все. Давайте на этой чудной ночи, наверное, я и закончу. Вот, искренне спасибо вам огромное за все ваше внимание, там, за все, за все ваши комментарии, лайки. Будьте добрее ко мне и к Толяну. Все, пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok